Строг, но справедлив. Говорят о нем до сих пор. А вот мы раскрыли и другие, не менее интересные качества и таланты. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Валерий Чернышов. Сегодня мундир полковника, тяжелый от наград, все чаще висит в шкафу, а заходить в кабинет Валерия Чернышова до сих пор волнительно. Небольно расправляешь плечи и отодвигаешь откровенные вопросы в сторонку. У нас сейчас семья в погонах. Курсант не пройдет мимо меня, если он будет расстегнут. Он всегда, если видит меня издалека, он берет, застегнется. Даже внучка нашего героя, как по заказу, родилась в День защитников Отечества. Но я в жизни никогда не думал, что я буду работать в учебном заведении. А между тем, именно с его легкой руки в нашем городе появился один из сильнейших университетов по подготовке полицейских. Нас поддержало руководство Министерства внутренних дел и было создано в 98-м году Рязанский филиал Московского тогда института МВД Российской Федерации. Это был проект у нас первого корпуса, который мы сдали в 2006 году. Пожалуй, с таким же успехом он мог бы проводить экскурсию по телецентру. Оказывается, когда-то стоял у самых истоков советского телевидения, работал звукооператором, а затем ассистентом звукорежиссера. Почему-то так захотелось, в смысле вот с этим связанным, тем более слух был, то было. Сначала я учился, накладывал музыку, подбирал музыку, накладывал музыку, потом вот обрабатывал все, в общем, все то, что как положено было делать. И это при том, что вырос не имея ничего, кроме тяги к знаниям. Сам пришел в музыкальную школу, сам получил полезную специальность подручный Столивара. Отца у меня не было, я вырос без отца. Со мной же никто не занимался, никакими уроками никто ничего. Сам я занимался, сам я ходил, сам. Я могу даже сказать другой вопрос, что я даже, ну, как привык я делать все сам. Было в то время, потому что мать уходила на работу, ее не было. Я и сам себе и есть готовил, даже не было ни холодильников, ничего. Жили тогда в какое время? Жили, голодно было. Но детство все равно было самым настоящим. Тарзанки, краюхи душистого хлеба и традиционные красные чернила в дневнике, которые служили для мамы поводом заглянуть в школу. Ну, она читать-то не умела, а в дневнике, когда было написано красным чернилами, вот тогда она приходила. Он родился через неделю после празднования Великой Победы и совсем мальчишкой остался в семье заглавного. Сестра уехала восстанавливать потрепанный союз, брат сначала ушел в армию, затем завел свою семью. А наш герой не переставал искать себя. И уже тогда крепкими узами связал свою жизнь со спортом. Пройдет не так уж много лет, и он сделает Рязанскую федерацию дзюдо одной из ведущих в России. За заслуги олимпийского движения. Это почетный динамовец, еще Советского Союза. Первые наши были пацаны, это те, которые были такие трудновоспитуемые. На учете ставили детский корпус, мы занимались воспитательным процессом. Ну и вот мы параллельно взрослые и дети. Именно под руководством Валерия Чернышева рязанские спортсмены завоевали более 200 медалей на Олимпийских играх. А Рязань вот уже много лет имеет постоянное представительство атлетов в национальной команде страны. Тогда все смеялись. Кока, Юка, Вазари, ну никто же это не знал, на ватных коврах, в полутенном зале. И вот первое соревнование, вот мы с чем, и считаем отсчет в 76-м году. Вот все они, все эти детишки, которые все выросли, они все у нас уже работают, кто тренинг, кто офицерами. Вот, это вот Жуков. Его папа, вспомнил, привез, привел маленьким. Как вице-президент Российской Федерации дзюдо, ООН развивал и укреплял связи со студенческими спортивными организациями Японии, Китая, Ирана, Австрии, Венгрии и других стран. Сеул, медаль, Олимпийские игры, еще в советское время. У нас Барселона, у нас Атланта, Соединенные Штаты и Лондон. И вот сейчас у нас есть претенденты, кандидаты на участие в Рио-де-Жанейро. И вот до сегодняшнего дня я занимаюсь этими вопросами, этим дзюдо. У нас занимается на бесплатной основе 2000 практически детей. С таким капитаном хоть на подводную лодку не пропадешь. И это вовсе не аллегория. Было и такое. Кроме озер и реки больше ничего не было, но почему-то я мечтал о море. Так и поступил в Тихоокеанское высшее морское училище. Правда, скоро понял, что походная практика плохо уживается с регулярными тренировками. И перевелся на флот в Петропавловск-Камчатский. Вот я БЧ-2 был, это боевая часть называлась тогда. Был такой НКДП, это носовой дальномерный контрольный пункт. Это вот я как раз, когда проходил на надводном корабле, я был расписан, это корректировка стрельбы. Это надо было забираться на матч, вот там метров 30, садиться в шар, пристегиваться, как в самолете, ремнями в кресло и корректировать стрельбу. На вопрос, для чего параллельно понадобился физмак в педагогическом вузе, Валерий Игнатьевич отвечает просто. Это были времена, когда учиться было не модно, а нужно. В скромном молодом специалисте не сразу взгляди знакомые черты. Кто бы подумал, классный руководитель 9-го Б. Я почти от них на фотографии не отличаюсь. Я помню всю школу желающих, кто был. Я вывозил на Забзаково в горах снег на лыжах. И вот на поезд закупали несколько вагонов, там пару-тройку, а сидячие там вагоны были. И мы выезжали в Абзаково и катались с детьми, со школьниками, со всеми. И не было никаких проблем. Как-то я с ними занимался. Я с ними ездил убирать этот урожай. Особенно бережно достает он из семейного архива фотографии с изящной спортсменкой. И неожиданно признается, что ради нее до сих пор готов и на сюрпризы вне плана. Я как-то об этом не задумывался в плане того, что романтично это или не романтично. Я ее когда первый раз увидел, мне она сразу понравилась. Я шел, идет девушка с чемоданом, спрашивает, а где санчасть? Я говорю, дай я тебя спровожу. Проводил ее до санчасти. И сколько лет уже провожаете? 48. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как истинно любили, как верили в себя. Как настоящая гимнастка Наталья проявила гибкость и в семейной жизни, позволила мужу заниматься любимым делом и терпеливо мирилась с графиком без отпусков. Я его не замечал. Я считал, что это вполне естественно, вполне нормально. Зато, когда выдавалась свободная минутка, место бесконечным научным трудам уступали обыкновенные кулинарные рецепты. Об этом полезном в хозяйстве хобби знают далеко не все. Я коллекционировал книги по кулинарии. У меня их очень-очень-очень много. Я их прям читал, как художественную литературу. Я очень люблю готовить, и всем моим, кто со мной общается, ребята, они знают об этом, и всегда говорят, что это очень вкусно, я готовлю. Он не берется судить о своей строгости дома и на работе. Просто считает, что к цели нужно идти уверенно. Мне дорогие дети, мне дорога жена. Когда старшая дочка заявила о намерении поступать в высшую школу МВД, папа, в свою очередь, напомнил о наличии полезных навыков. Так в их талантливой семье появился еще один кандидат в мастера спорта, чемпионка области по стрельбе. Я говорю, ну четыре я еще могу допустить. Так у нас, такой был разговор. И все. И вот она цель поставила себе, она так и сделала. Сейчас полковник, профессор, доктор наук, преподает в Московском университете МВД. Младшая дочь выбрала медицину. И теперь, уже с улыбкой признается Валерий Игнатьевич, он имеет полное право подарить нерастраченную нежность любимым маленьким внукам. Старший чаще приходит за советами, уже студент-второкурсник. Я сам с ними даже буду, как говорят, хулиганим. У него много орденов, медалей и наград, в их числе и спортивные, и профессиональные. В 2010 году Валерий Чернышев стал почетным гражданином города. И продолжает творчески подходить к решению сложных служебных вопросов. У меня слова нет, практически не было, по-моему, ни для кого. Да не только-только для друзей, а вообще. Я старался на каждую просьбу откликаться. Но еще важнее, уверен наш герой, откликаться на просьбы своей души. И всегда заниматься тем, к чему лежит сердце. Редактор субтитров А.Семкин